К другим темам. Объемы производства молока нарастили в уходящем году сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья. В 2022-м ими произведено более 132 тысяч тонн, что почти на 3% выше прошлогодних показателей. В регионе также увеличиваются надой на одну корову. Средний показатель вырос на 9,7% по сравнению с 2021-м. Среди лидеров предприятия Конаковского и Калининского районов, а также Вышневолодского округа. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке со стороны властей. Так, губернатор Игорь Руденя осенью поднял финансирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение части затрат на племенное маточное поголовье. А с будущего года аграрии начнут получать компенсацию части затрат на приобретение молочного поголовья и на модернизацию оборудования.